Тема, как я уже сказала, она не очень сложная, достаточно простая, но требует уже, конечно, определенных предварительных знаний. Я буду, как всегда, все разбирать, все переводить на русский язык, поэтому я думаю, что будет понятно всем, включая тем, кто только недавно начал изучать турецкий язык. Тема наша депричастная конструкция на Ипмадан Арак, и мы немножко поговорим о спорте и здоровье. Посмотрим лексику на эту тему, почитаем небольшой текст, прослушайте тоже, и я вам немножко расскажу, как в Турции относятся к спорту. Здесь вы видите наш план вебинара, мы рассмотрим депричастие на Ипм, потом депричастие на Мадан, третьим пунктом депричастие на Арак будет, сравним депричастие на Ипм и Арак, и, как я уже сказала, рассмотрим тему спорта и здоровья. Итак, начнем. Депричастие на Ипм. Отвечает на вопрос, что-то сделав. На самом деле есть четыре аффикса, как вы уже знаете, мы соблюдаем гармонию, гармонию гласных и согласных, когда присоединяем аффиксы. Поэтому у нас есть четыре варианта этого аффикса Ип, Ип, Уп, Уп. И если основа глагола заканчивается на гласную, то мы еще ставим промежуточную Е. Вот в этой табличке можете посмотреть, как присоединяется к основе глагола аффикс. Берем основу глагола яб-мак делать, оставляем яб, основа яб, мак отбрасываем и добавляем по гармонии гласных яб-пук. Получается, что сделав? Сделав. Яб-мак это делать, что сделал? Сделав. Гин-ля-мэк глагол означает отдыхать. Что сделав? Отдохнув. То есть гин-ля-нип. Дуй-мак это слышать. Что сделав? Услышав. То есть дуй-юб. Видите, все очень просто. Мы добавляем Ип, Ип, Уп, Уп в зависимости от последней гласной слова. И, как я уже сказала, если у нас основа заканчивается на гласной, а на-мак понимать, а на-мак, то мы еще ставим промежуточную Е, чтобы не было двух гласных вместе. Получается, она-и-б. Поняв что-то. О-ку-юб. Прочитав. О-ку-мак это читать. Бек-ли-и-б. Подождав. Бек-ли-мек. Ждать. Давайте рассмотрим на примерах предложений. Чан-то сын-ал-дэ. Эф-дэн-чик-дэ. Он взял свою сумку и вышел из дома. Да, я забыла сказать, что когда мы ставим Ип, мы подразумеваем, что одно действие следует за другим действием. Смотрите. Он-чан-то сын-ал-дэ. Он взял свою сумку и потом эф-дэн-чик-дэ. И вышел из дома. То есть, как мы можем перефразировать? Мы можем сказать, взяв свою сумку, он вышел из дома. Глагол у нас-ал-мак. Брать. Мы добавляем к основе ау. Аффикс Ип. Получается алыб. Чан-то сын-ал-ыб. Эф-дэн-чик-дэ. Взяв сумку, он вышел из дома. Еще один пример. Арабая биндим. Я сел в машину. Чашия биттым. Я поехал на рынок. Здесь у нас глагол биндмек. Садиться в транспорт. Что мы с ним делаем? Мы присоединяем аффикс Ип. Получается биндим. Как переводим? Что-то сделав. То есть, сев. Сев в машину, я поехал на рынок. Арабая биндим. Чашия киттым. Арабая биндим. Чашия киттым. Кахвалтым и яптым. Я позавтракал. Эф-дэн-чик-тым. Я вышел из дома. Ага, здесь я неправильно написала. На самом деле глагол должен быть яп-мак. То есть, позавтракав, я вышел из дома. Что сделав? Одно действие следует за другим. Кахвалтым и яптым. Эф-дэн-чик-тым. Кахвалтым и яптым. Позавтракал. Эф-дэн-чик-тым. Ахмети-гёртым. Я увидел Ахмета. Яна-на-гиттым. И подошел к нему. Ахмети-гёртым. Увидел Яна-на-гиттым. Подошел. Как мы переделываем? Увидев Ахмета, я подошел к нему. Берем глагол гёр-мейк. Основа гёр. К нему ставим аффикс. Уп по гармонии. Получается гёрып. Ахмети-гёртым. Яна-на-гиттым. Увидел Ахмета, я подошел к нему. Добрый вечер, Алекс к нам присоединился. Сора-джам. Эр-э-ни-джам. Может быть, не все знают, что это будущее время. Глагола сор-мак. Спрашивать. То есть, переводим как я спрошу и я узнаю. То есть, я спросив, узнаю. Что сделав? Спросив, узнаю. Берем глагол сор-мак. Спрашивать. Добавляем уп. Получается соруп. Эр-э-ни-джам. Спросив, я узнаю. Еще один пример. Ма-зэ-я-гиттэ Эк-мэ-калда. Он пошел в магазин и купил хлеб. Одно действие следует за другим. Мы берем глагол гитмейк. Прибавляем к нему аффикс. Получается гидип. Почему здесь буква Д? Часто у нас тоже в работах встречается озвончение. Потому что в турецком языке есть такое правило. Если согласная стоит между двумя гласными, то она озвончается. Была глухая Т, гид. Стала озвонкая Д. Гид. Получается ма-зэ-я-гиттэ Эк-мэ-калда. Пойдя в магазин, он купил хлеб. То есть, вначале он пошел в магазин, а потом купил там хлеб. Ма-зэ-я-гиттэ Эк-мэ-калда. Я думаю, что здесь особых сложностей у вас не должно возникнуть. Мы добавляем к основе глагола ип-ип-уп-уп. И получается слово, которое отвечает на вопрос что-то сделав. Что сделав? Взяв, купив, сев, увидев, спросив, пойдя. Хочу сказать, что в турецком языке эта конструкция встречается достаточно часто. Даже в русском языке не так часто мы используем в ней причастие. Допустим, для нас характернее было бы сказать «Я пошел в магазин и купил хлеба». Навряд ли мы в разговорной речи будем говорить «Пойдя в магазин, я купил хлеб». «Я пошел и купил», мы говорим. А турки чаще будут использовать вот эту форму «гидип», когда идут два однородных глагола, два однородных сказуемых. Ма-зэ-гиттэ Эк-мэ-калда. Пойдя в магазин, он купил хлеб. У этой конструкции, у этого депричастия есть еще отрицательная форма. В принципе, она формируется характерно для турецкого языка, то есть мы используем отрицательные частички «ма» или «мэ», и, соответственно, потом добавляем «ып» или «иб». Получается отрицание «ма-иб» или «ме-иб». Она не очень часто используется. Вот следующая конструкция «намадана» используется гораздо чаще, но вы ее тоже будете встречать, поэтому немножко я о ней расскажу. Если конструкция «депричастие на «ып»» это было «что-то сделав», то, соответственно, здесь будет «что-то не сделав». И, опять-таки, действия следуют один за другим. Посмотрите, как мы добавляем. Берем, опять-таки, основу глагола и к ней добавляем «ма-иб». Тут только два варианта получиться «ма-иб» или «ме-иб». «Яб» – «ма-иб» – «не сделав». «Динлен» – «ме-иб» – «не отдохнув». «Дуй» – «ма-иб» – «не услышав». «Гид» – «ме-иб» – «не пойдя куда-то». И примеры предложений. «Кучук зегра» – «эве гид» – «ме-иб» «я амурларда колыор». «Маленькая зегра» – «не пойдя домой». Видите, «гид» – «мекицы», «гид» – «не пойдя домой», «я амурларда колыор». «Осталось под дождем». Вот на картинке наша «кучук зегра» – «маленькая зегра». Здесь конструкция, наверное, вам не знакома, но интересное выражение. «Он дуймак» – «слышать». «Он не слышит, когда кричат, зато слышит, когда говорят шепотом». Еще раз говорю, что «май-иб» не так часто употребляется в этом значении, а вот следующая конструкция «мадан» употребляется гораздо чаще, именно в этом значении, что-то не сделав, не делая. Чаще ее так и обозначают. Конструкция «мадан» – «дейпричастие на «мадан». То есть берут положительную форму «мадан», а отрицательную берут «мадан». Хотя есть и форма «май-иб» тоже. Итак, чтобы сказать «не сделав чего-то», мы используем форму «мадан», «меден» и аффиксы, которые опять-таки ставим после основы глагола. Очень просто на самом деле. Здесь уже никаких особых вариантов нет, только «мадан» или «меден». «яб-мадан» не сделав, «динлян-меден» не отдохнув, «дуй-мадан» не услышав, «ам-мадан» не поняв, «окумадан» не прочитав, «беклемедан» не ждя. Может отвечать как на вопрос, что не сделав, так и на вопрос, что не делая. Давайте опять-таки посмотрим примеры. Ахмед визе хабер-вермеде, Ахмед китте. Ахмед нам не дал знать. Хабер – это как новость. Хабер-вермед дать знать, сообщать о чем-то. Получается, что Ахмед нам не сообщил, не дал знать, и Ахмед ушел. То есть Ахмед у нас как ушел? Не сообщив, не сообщив ничего, он нам, он ушел. Ахмед визе хабер-вермеден гидт. Ахмед визе хабер-вермеден гидт. Берем глагол вермек, и ставим афикс маданмеден. Как мы переделываем? Твой папа купил этот дом, не видя его. Правильно? Видеть глагол вермек, к нему ставим афикс маданмеден, в данном случае меден, Гермеден, получается Бабан, Буэви Гермеден, Алды. Папа купил этот дом, не видя его. Еще одно предложение. Хич дурмойор, конушер. Дурмак это останавливаться, он не останавливается, вообще не останавливается. Хич дурмойор, конушер, разговаривает. Берем глагол дурмак, к нему добавляем афикс маданмеден, получается дурмадан. Хич дурмадан, конушер. Он говорит, не останавливаясь. Он говорит без остановок. Он постоянно говорит. С тем же глаголом еще одно предложение. Хич дурмойор, он не останавливается. Дерс чалышер. И учит уроки. Хич дурмадан, терс чалышер. Не останавливаясь, он учит уроки. Он учит уроки без отдыха. Он учит уроки постоянно, без остановок. И последний пример. Олум ванью япмада. Олум кахалты япта. Мой сын не принял ванну. Мой сын позавтракал. То есть, одно действие за другим. Он что-то сделал или не сделал, а потом сделал следующее действие. Олум ванью япмадан кахалты япта. Мой сын не принял ванну. Позавтракал. Подытоживая. Сейчас. А, здесь еще один пример на мадан. Тоже просто интересное выражение. Решила вам дать. Герчик танцевян ляр. Кашлык беклеме данцевяр ляр. Герчик танцевян ляр. Это те, кто на самом деле любит. Те, кто искренне любит. Каршлык беклеме данцевяр ляр. Любят беклеме дан. Беклеме ждать. Меден. Не ожидая. Каршлык взаимности. Те, кто действительно любят. Любит, любит. Не ожидая взаимности. Герчик танцевян ляр. Каршлык беклеме данцевяр ляр. И, как бы, такой небольшой итог, что у нас получилось. Мы с вами посмотрели форму на ип и противоположную ей форму на мадан. Ип – это положительное имеет значение, мадан – отрицательное значение. Отвечает на вопрос, что сделав или что не сделав. Так, чантасаны алыбчик-то, вы видите на картинке, мужчина, взяв сумку, что сделал? Взяв сумку, вышел. Но забыл, правда, одеть брюки. И чантасаны алыбчик-то, не взяв сумку, вышел. Уже в брюках, правда. Ип – мадан. Мы с вами вычили эти две формы. Сейчас я попрошу, чтобы вы на листочках где-нибудь себе или в уме подставили формы в эти аффиксы в предложение, которое здесь написано. Смотрите, там, где плюсик стоит, это означает, нужно поставить форму на ип, там, где минусик, на мадан. Только с учетом гармонии гласных, чтобы правильно у нас получился аффикс. И через минутку мы проверим. Наталья, спасибо вам большое. Приветствуем вас на нашем вебинаре. Через минутку мы проверим, что у вас получилось, и посмотрим, как по значению получилось. Еще разочек. Кто только к нам присоединился, мы учим депричастие на ип-мадан. Задание поставить где плюсики форм ип, где минусы формы на мадан. И посмотрим с вами вместе, что получилось. Я вам даю минутку. Писать ничего не надо, вы себе где-нибудь отметьте. И потом мы вместе с вами проверим. Продолжение следует. Продолжение следует... Продолжение следует... То есть, как переведем? Сообщив или дав знать, приходи. Дай знать и приходи. Еще раз говорю, что в турецком чаще употребляется иб, чем в русском. Нам, например, удобнее сказать... Скажи и приходи, да? Сообщи и приходи. А турки тоже могут сказать... Но чаще они скажут... Сообщив, переходи. Второе. У нас идет так по гармонии гласных. Уйду. Поучив уроки, она заснула. Вот, может, девочка на картинке, скорее всего. Дай сначала шип. Уйду. Поучив уроки, она заснула. Еще раз говорю, что иб и мадан это действия, которые следуют одним одно за другим. Поучив уроки вначале, а потом заснула. Третье. Берас динля ниб. Динля мейк. Отдыхать. Немножко отдохнув. Вышли. Мы вышли. Немножко отдохнув. Мы вышли. Обратите внимание, что у нас парк и тмейк, но между двумя гласными это меняется на Д. Получается эдип. Арабаи парк и тмейк. Припарковавшись, припаркуйся и приходи. И с отрицанием. Дэрс чалыш мадан гидип уйдум. Не выучив уроки. Чалыш мадан отрицаем гидип уйдум. Я пошел и заснул. Дэрс чалыш мадан гидип уйдум. Онлари беклемедан гидтик. Не ожидая их, не подождав их, мы ушли. Что не сделав? Не подождав. Беклемедан. Онлари беклемедан гидтик. И безигормедан гидтик. Он ушел, гидтик, не увидев нас. То есть форма на мадан отрицательная, форма на рыб положительная. Что сделав, что не сделав. Думаю, здесь понятно. И уже в ситуациях давайте посмотрим употребление этих депричастных форм. А здесь подскажите вы мне, что должно стоять. Форма на рыб или форма на мадан. Я вам подскажу ситуацию, если кто-то не совсем понимает. А еще, да, папочка, купи в маркете газету и приходи. Купи в маркете газету и приходи. Как вы здесь поставите? Выбираем из двух форм, ип или мадан. Сейчас уже пишем в чате. Пожалуйста, выберите форму. Не надо все предложение писать, только глагол. Глагол «Алмак» у нас есть. Алина абсолютно верно отвечает. Хотелось бы еще других участников. Ну, правда, я уже сказала, что вы абсолютно верно ответили. Действительно. Купив газету, газета «Алыб» и переходи. Купив газету, переходи. Абсолютно верно. Следующий читаем диалог небольшой. «Нерегидерсон» – «Куда ты идешь?» «Дышарычкером» – «Я выхожу на улицу». «Ямур яйор» – «Щамсе ал» – «Чикма». «Идет дождь» – «Не выходи, не взяв зонтик». «Не выходи, не взяв зонтик». Давайте посмотрим, какая здесь будет форма. Все, кто дали ответ предыдущий, правильно дали. Теперь давайте смотреть второй. «Ямур яйор» – «Щамсе ал» – «Чикма». «Идет дождь», «Не взяв зонтик, не выходи». Абсолютно верно. Либо «Алмадан», либо «Алмейб». Оба варианта верны. Единственное, я говорила, что более употребительная форма «намадан». Поэтому мы сейчас тренируем либо «ыб», либо «мадан». «Не взяв». «Щамсе алмадан», «Чикма». Третий. Третий диалог. «Бу кола чоксыджак». Это в ресторане происходит диалог. Вот тоже на картинке вы видите. «Бу кола чоксыджак». «Буз долобамус бозук», «Буз кой и чинис». «Эта кола очень горячая, очень теплая». Официанты отвечают. «У нас бозук сломан холодильник». «Положите лед и пейте». «Буз» – это лед. «Буз кой». «Положите лед и пейте». «Какая там форма будет?» «Угу». «Только Лина знает?» «Алина отвечает первая и всегда правильно». «Елена». «Все верно». «Пуской уб и чинис». «Положив лед, пейте». «Гость говорит». «Бан бузу сэвмем». «Я не люблю лед». «Лют фэн гид мюдюр леконушун». «Пожалуйста, пойдите, поговорите с директором». «Мюдюр» – это директор. «Пойдите». «Тогда пойдите, поговорите с директором». «Тогда сходив, поговорите с директором». «Как у нас будет форма звучать?» «Сходите, сходив, поговорите с директором». «Да, верно. Гидип». «Единственное, «д» озванчая между двумя гласными». «Гидип». «Д». «Гидип». «Эвет, доро». «Лют фэн гидип мюдюр леконушун». «Пожалуйста, пойдите, поговорите с директором». «Еще немножко». «Дюн, bütün gece, всю ночь, ders çalıştım». «Я учил уроки». «Ялнез 2 saat uyudum». «И только 2 часа спал». «Друг ему говорит». «Шукалепе яд ую». «Ложись на этот диванчик и спи». «Какая здесь форма будет?» «Ну, я говорю, что в русском, конечно, нам не очень удобно сказать». «Даже не знаю, как тебе причастны». «Что сделать вам?» «Мы даже так не говорим, да?» «Мы говорим, иди ложись и спи». «А турки используют здесь форму». «Наталья верно написала». «Лина, Елена. Ятып». «Ятып». «Ятып». «Только буква «ы». «Может, у вас нету в клавиатуре сейчас». «Буква «ы». Ятып. Ятып. Ую». «Шуканепе ятып. Ую». «Оканепе рахат дил». «Но этот диван неудобный». «Рахат удобный». «Сен билисин». «Как знаешь?» «Сен билисин». «Так, следующий диалог». «Хади, кощакалин». «Ну все, до свидания». «Гюле, гюле, Анне». «Пока, мамочка». «Не zaman döneceksin?» «Когда ты вернешься?» «Дört gün sonra». «Через четыре дня». «Дört, да. Четыре. Гюн, день. Dört gün sonra». «Газы kontrol et, uyumayın». «Не засыпайте, не ложитесь спать, не проверив газ». «Какую форму мы здесь будем использовать?» «Не ложитесь спать, не проверив газ». «Ну, Елена верно отвечает. Единственное, вы учтите гармонию гласных, потому что «эт», «эт» там буква, значит, соответственно, будет и в аффексе тоже «э». «Этмеден». «Газы kontrol et, meden, uyumayın». «Абсолютно верно». «Та, маманне, хорошо, мама, безидущенме, не думай о нас». «Капый», а мама продолжает, да. «Капый kontrol et, evden çıkmayın». «Не выходите из дома, не проверив дверь». «Здесь как у нас будет?» «Ну, по сути, будет то же самое, да. Второй вариант тоже «контроль et, meden», то же самое, что и в первом. «Газы kontrol et, meden», «капый kontrol et, meden». «Та, маманне, тамам». «Хорошо, мамочка, хорошо». И последний диалог. «Разговаривает босс и секретарь». «Босс говорит, чкёр мусу нос, вы уходите?» «А нет, это говорит секретарь». «Чкёр мусу нос, вы уходите?» «Эт, сэн де буишли, ребятирчик». «Да, ты тоже эти дела закончив, уходи». «Как мы скажем, закончив, уходи». «Одно действие следует за другим». «Закончи и уходи потом». «Благол «питер мек». «Давайте здесь попробуем». «Абсолютно верно». «Абсолютно верно». «Битерипчик». «Эт, сэн де буишли, ребятирипчик». «Да, ты тоже закончи дела и уходи». «Ярын сабах эркен битерирам». «Секретарь говорит». «Я завтра утром рано закончу». «Хаир буакшам битирчикма». «Нет, сегодня вечером, не закончив дела, не выходи». «Не уходи». «Как он ей говорит?» «Не закончив дела, не уходи». «Битер мек». «Битер мек». «Битер мек». «Битерм где сделаете?» «Битер мек». Молодцы, все у вас получается. Ипмадан мы с вами усвоили. Тогда переходим к следующему. Депричастие на арак. Оно переводится как «что-то делая». Если ипмадан – это у нас были действия, которые следуют один за другим, то арак – это действие, которое происходит одновременно с основным действием. Есть две формы. Это либо арак, либо эрек. Опять-таки ориентируемся на гармонию гласных. И если основа глагола заканчивается на гласный, чтобы не было двух гласных подряд, мы ставим еще и промежуточный. Получается япарак, яп – основа, арак – аффикс, делая. Теперь у нас уже одновременное действие, поэтому переводим как «делая». «Что-то делая». Диндленерек – отдыхая. Дуярак – слыша. Анлайарак – понимая. Окуярак – «и» идет промежуточное, потому что на гласную заканчивается основа. Окуярак – читая. Беклеерек – ожидая. Еще, как мы можем ориентироваться, что здесь нужно поставить «арак» и «рек», если будет отвечать на вопрос «как». Сейчас я более подробно расскажу на примерах. Посмотрите. «Ахмед» – «этрафуна-бакер». «Ахмед» смотрит по сторонам. «Ахмед» – «юрёр». И «Ахмед» идет. То есть у него два действия происходят одновременно. Если в предыдущем с «эпом» мы говорили, он взял сумку и вышел, то есть вначале взял, потом вышел, то здесь два действия происходят одновременно. «Ахмед» идет и в то же время смотрит по сторонам. «Ахмед» – «этрафуна-бакер». «Ахмед» – «юрёр». Можно задать вопрос «как Ахмед» идет? Смотря по сторонам. «Ахмед» – «насыл» – «юрёр». «Насыл» – «как». «Ахмед» – «этрафуна-бакарак» – «юрёр». «Ахмед» – «идёт» – «юрёр». «Как идёт» – «этрафуна-бакарак» – «смотря по сторонам». То есть депричастия на «арак» и «рек» еще отвечают на вопрос «как». Либо «что делаем?» Ахмед идет «что делаю?» Смотря по сторонам. Коштум гельдем. Я побежал, я пришел. В русском языке есть такой глагол «прибежал». В турецком языке есть только глагол «бежать». Вот для того, чтобы сказать «прибежал», они соединяют два глагола. Они как бы говорят «как я пришел?» Я пришел бегом. Кошарак. Я пришел бежа. Кошарак гельдем. И в принципе можно перевести, как «я прибежал». Кошарак гельдем. Бахар юрюор. Бахар идет пешком. Бахар гидер. И здесь просто идет, двигается. Гидмек означает ехать или идти, двигаться вперед. Бахар насыл гидер. Как идет Бахар? Юрюерек идет. Пешком идет. Юрюерек означает пешком. Мы берем глагол «идти пешком» и ставим к нему аффикс «ти» при части «арак и рек». Получается Юрюерек. Пешком. Мустафа храпит. Мустафа уйор. Мустафа спит. Одновременное действие. Мустафа спит и одновременно с этим храпит. Как Мустафа спит? Мустафа насыл уйор. Мустафа хорлайра куёйор. Он спит храпя. То есть можем подставить вопрос «как». Как он спит? Спит храпя. То есть здесь у нас одновременное действие. Одновременно он завтракает и читает газету. Одновременно спит и храпит. Чтобы показать эту одновременность, мы ставим «арак и рек». Что делаю я? Завтракает. Что делает? Читаю газету. Ну и еще на картинке, в принципе, то же самое предложение у нас. Ахмед Этрафуна Бакарак Юрюор. Этрафуна там только пропущено. Ахмед Этрафуна Бакарак Юрюор. Ахмед идет. Как он идет? Смотря по сторонам. Этрафуна Бакарак. Ахмед Этрафуна Бакарак Юрюор. У этого депричастия есть отрицательная форма. Тоже делается очень просто. Вставляем отрицательную частичку «ма». Получается «майерак» или «мейерек». Здесь у нас показаны примеры. Я думаю, в принципе, проблем не составит поставить. «Яб мейерак» не делая, «динлен мейерек», «не отдыхая», «дуй мейерак», «анма мейерак», «куку мейерак», «векле мейерек». И давайте рассмотрим на примерах. Он у нас «истемерик», «евлендым», «амасон», «радан», «чок мутлу олдук». Я на ней женился «истемерик». Глагол «истемерик», «хотеть», «истемерик», «не хотя». Как я на ней женился? «не хотя». Не хотел и женился. «Ама», «но», «потом», «чок мутлу олдук», «мы стали очень счастливы». Такая турецкая реалия. Смотрите, «заифламак» означает «худеть». Как худеть? «Хичбищей емерик», «ничего не кушаем». «Хичбищей емерик». «Пек салклы диль», «не очень-то здорово». «Салклы», «здорово». То есть формы на «майерик» будут переводиться, отвечая на вопрос «что не делая». «Как ты будешь расстраивать маму», «что не делая». «Не кушая», «не мерик», «не хотя», «истемерик», «не звоня», «арамая рак». Положительная форма переводится «что делая», отрицательная «что не делая». И есть еще несколько форм на «арак» и «рек», которые переводятся, ну, немножко отличаясь от самого глагола, который формирует эту форму. Смотрите, есть «оларак» от слова «олмак», «быть». Но «оларак» чаще всего переводится как «в качестве кого-то». Допустим, «чуркия», «турист Оларак Гяльде». «Он приехал в Турцию в качестве туриста», «как турист». «Турист Оларак Гяльде». «Сорак» «эвленип» «урадокалда». «Потом он женился». Вот форма «ип» у нас, да. «И остался здесь». «Моя сестра в этой компании работает в качестве секретаря». «Секретар» тоже пропустила «р», почему-то я везде «р» пропустила. «Секретарь Оларак». Теперь, когда вы будете рассказывать о работе, обязательно скажите. Не говорите «секретарь Чалышер» работает секретарем, да? А «секретарь Оларак Чалышер». «Олетмен Оларак Чалышер» работает преподавателем. «Доктор Оларак Чалышер» работает врачом. «Бо отель фиат Оларак уйгун, анчак темизлик Оларак, я теринжи и идеиль». Этот отель, смотрите, здесь слово «Оларак» будет переводиться как «в плане», «в качестве». Ну, в качестве уже нет, немножко не подходит, «в плане цены». Смотрите, этот отель в плане цены, цены подходящей. «Фиат Оларак» в плане цены, анчак, но темизлик Оларак в плане чистоты, я теринжи и идеиль. Не очень хороший. То есть слово «Оларак» переводим как «в качестве» или «в плане». Есть еще одно слово «бельмек», «знать». Мы от него формируем «белерек», как бы нужно переводить «зная». Но больше оно переводится как слово «специально». «Буну белерекепту» он это специально сделал. «Зная», «специально». «Буну белерекепту». Теперь будете знать, как сказать «специально». «Истемерик», «истемерик» нам уже встречалось, это как бы «нехотя», «не желая того». «Си не истемерик», «кырдам». «Я тебя обидел нехотя». То есть «я не хотел», «не специально тебя обидел». «Безурдилерим», «извини меня». «Партие» «истемерик идер». «Я иду на вечеринку с неохотой», «нехотя». «Партие» «истемерик идер». Конечно, на вебинаре все это для вас новое, но я думаю, что у вас будет возможность либо пересмотреть вебинар, либо вы себе какие-то записи делаете, и вы уже более подробно усвоите дома себе. Давайте попробуем выбрать. Здесь нам нужно будет выбрать правильный вариант. У нас есть форма на «лыб», «что-то сделав», форма на «мадам», «чего-то не сделав», и форма на «арак», «что-то делала я одновременно». Смотрите. Он сел в автобус и поехал домой. Какую форму мы здесь выберем? «Бенип» или «бенерек». Он сел на автобус и поехал домой. Сев на автобус, он поехал домой. Вам только надо написать слово или цифру просто один или два. Елена молодец, Алина молодец, Наталья тоже молодец. Молодцы. «Бенип», «сев», действие друг за другом, не одновременное. Он вначале сел в автобус, а потом поехал домой. Правильно? «Кёпек хавлыор», «хавлыор» здесь должно быть. «Кёпек кошуор». И смотрите, собачка гавкает и собачка бежит. Какую форму мы здесь выберем? «Кёпек хавлыорак кошуор» или «Кёпек хавлыорак кошуор». Согласно с Натальей и с Еленой. Действительно, автор, смотрите, она же одновременно это делает. И бежит, и гавкает. Значит, «хавлыорак». Кстати, глагол «хавламак» от слова «хав», то есть по-русски «гав». «Гав-гав-гав», у них собачки говорят «хав-хав-хав». Дальше, третье. «О хэрзаман баориор», он всё время кричит «конушёр» и разговаривает. То есть он так разговаривает, криком разговаривает. Как он разговаривает? «Баорып» или «баорарак». «О хэрзаман баорып конушёр» или «хэрзаман баорарак конушёр». Молодцы. Действительно, «баорарак конушёр», потому что разговаривает «как». Можно поставить вопрос «как», «каким образом». А если «как», «каким образом», то это «арак и рек». «Баорарак конушёр». «Та вам, чё, бюсаль». Супер. Дёрт, четвёртая. «Эльбиси синьгиде сокачкта». «Одела своё платье и вышла на улицу». Здесь уже три варианта усложняются. «Эльбиси синьгиде», «геймидан» или «гейрек сокачкта». «Гейрек сокачка». «Отлично, супер». Конечно же, она одела платье и потом вышла на улицу. Вариант «не одела» нам не подходит. Вариант «одевая платье», одновременно одевая и вышла, она вряд ли тоже такая была. Пятое. «Дикет гимеден». Он не одел пиджак. «Сокачик-то». Здесь уже у нас не одел пиджак. Опять-таки, варианты «гиб», «гимеден» или «герек». Ага. Можете ставить цифры, чтобы быстрее было. Ага. Абсолютно верно. Самые активные у нас и самые правильные. Конечно же, «не одев пиджак», «гимеден». А у нас только одно отрицание «сокачик-то». Давайте шестое посмотрим. Айла или Ахмед, конушморлар. Онлар, юрюорлар. Айла и Ахмед не разговаривают, они идут. Здесь варианты «конушмадан», «конушморрак», «конушаррак». Они не разговаривают, они идут. Просто идут, не разговаривая. Разброс мнений произошел. Смотрите, в предложении указано, что они не разговаривают. Соответственно, здесь будет отрицание. То есть выбираем между первой формой и второй формой. «конушмадан» или «конушморрак». Мы помним, что «мадан» – это больше форма, подходит одно действие, следует за другим. А здесь у нас действия одновременные. То есть они сейчас не разговаривают и сейчас идут. Здесь форма 2 подходит. Конушморрак. Айла или Ахмед, конушморрак, юрюорлар. Студенты общаются, беседуют, чай и чорлар. И пьют чай. Какую форму мы здесь выбираем? Эдип, эдерик, эдмерик. Студенты беседуют и пьют чай. Беседуют и пьют чай. Ну, большинство правы, молодцы. Действительно, они, так как это они делают одновременно, одновременность у нас выражается с помощью «арак» и «рэйк». Третий, здесь вариант не подходит, потому что он отрицательный. «этмерик», не разговаривает, а нам надо разговаривать. Студенты. «Орянджелерсокбет» – «эдерек», чай и чорлар. И последнее. «Кючук челочук, ямек, ямеде» – «маленький ребенок не поел». Отрицание «не поел». «Окулагитте» – «и пошел в школу». «Не поел» и пошел в школу. Какую формулу выберете? «Ейип», «Емедан», «Емерик». Ну, вы абсолютно правы. Умнички, молодцы. «Емедан», конечно, «Емедан». Он не поел, одно действие закончилось и пошел в школу. «Окулагитте» – второе действие. Одно за другим. «Кючук чучук, ямек, ямедан», «Окулагиттан». Ну, мы уже профессионалы с основами в дейпричастиях. Скажите, есть какие-то вопросы по дейпричастиям? Что-то не поняли? Была еще одна форма на «аэ», но я уже подумала, что мы не успеем все разобрать. На самом деле дейпричастия в турецком языке дейпричастий очень много. Есть форма на «инджа», есть на «дыкча», есть там на «ырмас», есть на «дэнданбери». В общем, их очень-очень много, различных дейпричастий. Причем некоторые из них имеют такое прям значение очень сходное. Мы вам дали самые базовые, которые самые легкие, и я думаю, что вы их будете теперь употреблять в речи и услышите, как турки их употребляют. Если вы смотрите сериалы, может быть, фильмы или общаетесь с носителями языка, вы теперь будете в речи все эти слова слышать. Окей, если все понятно, отлично. Тогда перейдем к теме «спор весолык». Спорт и здоровье. У нас осталось совсем немножко времени, но я думаю, что мы немножко сможем поговорить. Это важная тема, я думаю, слова, которые вы здесь в 30-е, тоже вы сможете употреблять. Вначале посмотрим лексику. Спор – это спорт. Многие пишут через букву «т», но на самом деле в турецком языке – спор. «спор» говорят. Дальше «саалык» – это здоровье. «саалык» – здоровье. Спорт и апмак. Заниматься спортом. Спорт и апмак. «Хэр собах спор я пёрум». Я каждое утро занимаюсь спортом. Очень просто запомнить. «Кас япмак». «Кас» – это мышца. Мышца. Накачивать мышцы. «Кас япмак». Тоже известный всем глагол «делать». Спор в салону на гитмейк. Ходить в спортзал или в тренажерный зал. Тоже это спор в салону на гитмейк. Алина, спасибо за такой отзыв. Следующая занятия. Не знаю, мы в конце немножко поговорим. Спор в салону на гитмейк. Ходить в спортзал. «Сабах спору япмак». «Делать утреннюю гимнастику». «Сабах спору», «Утренняя», «Утренний спорт». Как бы. Видите, 13 словами оперируем. И сколько уже разных фраз можем сказать. «Диет япмак» или «Режим япмак». «Сидеть на диете». «Диет» – известное слово «режим». Тоже, думаю, несложное слово. «Диет япмак» или «Режим япмак». «Сидеть на диете». Мы сидим, а они делают. «Витаминалмак». «Принимать витамины». «Витаминалмак». Это я как бы по своему мнению написала, что вообще нужно, чтобы быть здоровым. Но по моему мнению, это нужно спору. «Япмак», заниматься спортом. «Диет япмак». Ну не сидеть на диете, но как-то питаться правильно. «Спор салоногетмейк». «Сабах спору япмак». «Витаминалмак». «Принимать витамины». «Стресс тэн, качмак». «Избегать стресса». «Стресс – так и будет стресс». «Стресс тэн, качмак». «Избегать стресса». Стресс от мак. Сбрасывать стресс. Слово от мак означает бросать, то есть вы его выкидываете. Стресс от мак. Сбрасывать стресс. Кошмак. Бегать. Кто любит бегать. Денгели без ленмек. Питаться сбалансировано. Слово деньги означает баланс. Денгели сбалансировано. Денгели без ленмек. Питаться. Без ленмек. Питаться сбалансировано. Вот как раз на картинке видите, и овощи, и фрукты, и крупы, все должно присутствовать в вашем рационе. И салыклы, яшамак, здесь я тоже неправильно букву написала, яшамак, жить. Салыклы, яшамак, жить здорово, но мы не говорим жить здорово, мы говорим вести здоровый образ жизни. Салыклы, яшамак. Это по моему мнению, что необходимо, чтобы быть здоровым. Теперь послушаем доктора. Что скажет доктор, что же нужно, чтобы быть здоровым? Салыклы, я вначале вам прочитаю, чтобы было понятно все, а потом вы послушаете. Салыклы, здоровый, яшамак, быть, быть здоровым. Что нам нужно, чтобы быть здоровым? Все хотят вести здоровый образ жизни. Но многие люди не обращают внимания. Декатэтмек, вот слово выписано отдельно, это обращать внимание. Чоккиши, много людей, киши, люди, декатэтмёр. Чоккиши, многие люди, сигарайчор, курят, яалы, ямекляр, татылар, йор. Кушают яалы, жирный, жирную еду, и татылар, и сладости. Хичкимсе, никто, хичкимсе, спор яммёр, не занимается спортом. Диет яммёр, не соблюдает диету. Газетэдэ и репортаж о кудум. В газете я прочитала один репортаж. Газетэджи, доктора Сорулар Соруёр. Журналист газетэджи, врачу, задаёт вопросы. Газетэджи. Чоккиши, много людей, саллыклы, яшамакистёр, хотят вести здоровый образ жизни. И соблюдают диету, занимаются спортом. Сиздже, по вашему мнению, сиздже. Диет вэспор ятерлими? Диета и спорт. Спорт ятерли? Достаточно? Доктор говорит. Диет вэспор чоку немли. Диета и спорт очень важны. Немли. Ама етерли дейль. Но недостаточны. Слово етерли достаточны, етерли дейль недостаточны. Стресс, сигара, хава кирлилий вар. Есть ещё стресс, курение, хава кирлилий, загрязнение воздуха. Хава воздух, кирлилик, загрязнение. Журналист говорит. Тамам, бян саллыклы, яшамакистёры. Хорошо. Вот я хочу вести здоровый образ жизни. Нея паджам. Что мне делать? Беринджи курал. Первое правило. Курал. Правило. Харикет идэн. Двигайтесь. Харикет этмейк тоже я выписала. Двигаться. Вельки замананы с йог. Возможно, у вас нет времени. Вы спор явно эрсунуз. И вы не занимаетесь спортом. Вашка альтернативля ваша. Есть и другие варианты. Альтернативы. Асенсоры бин меден. Мердиванданчикен. Не садясь в лифт. Видите наша конструкция. Мадан меден. Не садясь в лифт. Асенсор лифт. Мердиванданчикен. Взбирайтесь по лестнице. Поднимайтесь по лестнице. Мердиванд. Лестница. Я кин ярлере юрюн. В близкие места. Идите пешком. Ходите пешком. Юрюн. Такси. Вея отобюсе. Мин мейн. На такси или в автобус. Не садитесь. И венезегилип. Дансидин. Придя домой. Ип. Что сделав. Придя. Дансидин. Танцуйте. Дансит миг. Танцевать. Журналист говорит. Ээ тору. Да. Правильно. Я мекетин не та всея дёрсунас. А что вы посоветуете в плане еды. Для еды. Та всея этмег. Советовать. Не та всея дёрсунас. Что вы советуете? Ялы я меклярве фастфуд ямеин. Жирную пищу. И фастфуд не кушать. Финер, сут, крема и азьялы егин. Сыр, молоко, сметана. Ну, крема это как сливки ещё. Азьялы. С малым количеством жира. Мало, не жирные. Азьялы егин. Кушать. Чокас, куруемищ, майонез, соус егин. Очень мало куруемищ это орешки. Не знаю почему их мало. Наверное не потому что калорийные. Майонеза и соуса ешьте. Ама. Хичпище, я мерек. За ифломаксалы кредиль. Но. Ничего не кушая худеть. Это нездорово. То есть если вы хотите похудеть ничего не кушая. Я мерек. То это нездорово. Журналист спрашивает. Башка, нелер, та всея дёрсунас. А что вы ещё советуете? Стресс. Стресс тенкачен. Стресс. Избегайте стресса. Мы с вами там фразу учили. Стресс тенкачмак. Избегайте стресса. Плянный олум. Будьте запланированы. Но здесь имеется ввиду как бы распорядок дня. Пусть у вас будет план на день. Чтобы не было никаких неожиданностей. Чтобы у вас был план. И вы как бы спокойно по нему следовали. Хэргюн каждый день ярым сад хобби лире не зяпын. Каждый день ярым сад полчаса занимайтесь хобби. Сахиль де юрююн. По побережью гуляйте. Кита покуюн. Читайте книги. Синемая гидит фильм из леян. Сходите в кино и посмотрите фильм. Тоже иб наша конструкция. Сходи в кино и посмотрите фильм. Негатив инсан. Рычок дин ле мейн. Не слушайте негативных людей. Эвет чок шейвар. Да много всего. Эвет чок шейвар. Да много всего. Ама бэн. Сон бешей суй ле меки стёром. Но я хочу сказать сон. Последнюю вещь. Сигара и чмейн. Не курите. Коза и чки. И чмейн. Слишком много алкоголя. Чки. Это алкогольные напитки. Не пейте. Чунг к канцер. Вайкаль бха столы. Я пыр. Потому что это приводит к канцер, к раку и болезням сердца. Я думаю теперь вы будете все придерживаться правильного способа. Здесь я выписала из текста, чтобы мы еще раз посмотрели, что же нам советовал доктор, чтобы быть здоровыми. Он советовал харикет. Движение. Двигайтесь больше. Спор яп мак. Что входит в движение? Заниматься спортом. Юрю мек. Ходить пешком. Мердивян данчик мак. Подниматься по лестнице. Данс. Эт мек. И танцевать. Что он еще говорил? Что я мек. Еда. Это важно. Что он советовал? Аз яалы. Я мек. Ляр я мек. Аз яалы. С малым количеством жира. Не жирную еду кушать. И салы клы. Бес ля мек. Питаться здоровым образом. И последнее. Что он сказал? Стресс. Стресс. Для того, чтобы избежать стресса, надо плен лы ол мак. Жить как бы по плану. То есть иметь план какой-то. Хобби яп мак. Заниматься хобби. И негатив инсанны рэн вен ле мемек. И не слушать негативных людей. Сейчас я вам предлагаю этот же текст послушать. У вас потом еще будет возможность пересмотреть вебинар, переслушать. Сейчас, секундочку. И послушайте, насколько вы можете уже понимать по этой теме. Если кто-то уже продвинет. Хайкис. Хайкис. Сау, где еще макистер. Но я думаю, что если переслушивать несколько раз, то... Слегка. Аминь. Сoisи. Сігара. Сами. Салия. С abla. С Dutch. Пару. С Пару. Пару. Стоя. Сти. С訴. Ста. Сто. Ста. 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 СИЗЦЕ ДИЕТ ВЕ СПОР ОНЕМЛИ? ДИЕТ ВЕ СПОР ОНЕМЛИ. Ама, ВЕТЕРЛИ ДЕЙЛЕ. СТРЕС, СИГАРА, ВАКАЛИЛИЛИЮ ВАР. ТАМА, БЕН САЛЛИКЛЫ ЕСЯМАК ИСТИОРУ. НЕ ОПЕЦАМИ? БИРИНЦИ КУРАЛ, ХАРЕКЕТ ЕДИН. Белки, ЗАМАНЫНЫЗ ЙОК ВЕ СПОР ИПИМОЛЬСЯ. БАШКА АЛТЕРНАТИФЛЕ ВАР. Азерброды уйдут и субокатые будут хруты still Продолжение следует... Как впечатление? Понималось, о чем шла речь? О чем шла речь? Понятно, что понималось, мы разобрали текст, но улавливали на слух. Вообще советую по нескольку разу всегда прослушивать аудио. Это очень-очень полезно. Вы потом, если вы несколько раз уже доведете до автоматизма, вот читаете, прослушиваете, читаете, прослушиваете, потом просто прослушиваете. Вы потом в речи, когда будете подобные слова слышать, вы их сразу будете улавливать. То есть прослушиваете по нескольку раз. Хорошо? Молодец и Алина, и Елена. Слышно не было, очень жаль. И два слова о спорте в Турции, буквально пару слов, потому что уже у нас время заканчивать. Спорт, как профессиональный спорт в Турции, в принципе, популярен, особенно футбол. Футбол это вообще отдельная история. Все турки фанатуют от футбола, практически все являются фанатами каких-то команд. Наиболее популярные, возможно, вы слышали, это Галатасарай, Фенербахче, Пешикташ, Трабзонспор. Это то, что я как бы на слуху, то, что я даже знаю. Я, по-моему, уже рассказывала, что в Турции футбол это дело серьезное. И люди, которые болеют за разные команды, они даже недолюбливают друг друга. И если девушка выходит замуж за парня, они болеют за разные команды, то она должна все-таки болеть за его команду. Иначе будут большие конфликты в семье. Ну, то есть это действительно такое прям до фанатизма доходящее боление за команды. Это наиболее развитый спорт в Турции, наиболее популярный, наиболее успешный они на мировой арене. Остальные виды спорта также развиваются. И баскетбол тоже в Турции популярен. И легкая атлетика, и даже фигурное катание. Вот буквально недавно, ну как недавно, несколько месяцев назад я видела посты, там где турецкая девушка победила на каких-то соревнованиях именно по фигурному катанию. Есть еще традиционный вид спорта, такой для турок, это гюреш, борьба. Вот она на картинке у нас есть. Это когда мужчины надевают кожаные брюки, обмазываются маслом, чтобы не тяжелее было ухватить друг друга, чтобы были такие скользкие, и дерутся. Это вот национальный вид спорта в Турции, ну на какие-то праздники такие представления проходят. А что касается спорта в повседневной бытовой жизни, то, ну, я буду говорить из своих наблюдений, честно говоря, у меня нет такой статистики, но из моих наблюдений очень мало людей именно занимаются спортом, ходят в спортзалы, во-первых, потому что это не... Нет, молодежь может и ходит, как бы, но люди уже постарше. У нас все-таки ходят и в 30, и в 40 лет, и в 50 лет ходят, а у них, как бы, это считается не солидно, как-то ходить в спортзал, когда ты там преподаватель, или когда тебе там уже там за 30-ник, да. То есть это уже как-то, ну как это, ты сядешь на велосипед и поедешь, если тебе 50 лет. Один турок мне говорил, это же невозможно просто. Хотя, ну, видели, в Турции велосипедисты есть. То же самое я не знаю, ни один из моих знакомых не занимается в спортзале. Может быть, у вас, как бы, другая ситуация, у вас есть знакомые, которые напишите тогда. То же самое касается женщин, ну, я не знаю, женщин, ну, я не так много женщин, как бы, общаюсь. То есть, и я особо не знаю, чтобы они ходили на шейпинг, как у нас девушки и женщины, и мамы уже, да, ходят. Как-то у них это считается какое-то такое, ну, ненужная, что ли, вещь. У вас есть, отлично. Немножко опоздали, но ничего страшного, у нас вебинар всегда по записи выходит. Так что я не скажу, что у них прям так популярные виды, именно занятия спортом самому. Больше популярны, наверное, как бы смотреть какой-то спорт, болеть за кого-то. И, конечно, самый популярный футбол. Очень рада была вас сегодня видеть, наконец-то мы встретились после долгого перерыва. Мы будем встречаться, раньше мы встречались раз в месяц, сейчас, я не знаю, как будет получаться. Ну, в принципе, планируется раз в месяц, ну, думаю, может, раз в два месяца или где-то так. Приходите обязательно, смотрите в записи. Жду вашей работы. Спасибо за внимание. 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 Спасибо за внимание.